Мы не дрогнем в бою за столицу свою. Нам родная Москва дорога. Нерушимой стеной, оборонной, стальной. Остановим, отбросим врага. К осени 1941 года врагу удалось блокировать Ленинград с суши, полностью оккупировать Украину, прорваться к Ростову-на-Дону и выйти на подступы к Москве. Над столицей советского государства нависла угроза захвата войсками гитлеровских захватчиков. В жестоких оборонительных боях в Подмосковье и под Тулой в октябре 1941 года немецко-фашистские войска были обескровлены и утратили свой наступательный порыв. Битва под Москвой стала первым крупным поражением гитлеровских войск. Этот успех обеспечил паузу в ведении боевых действий, потери немцами, стратегической инициативы. Можно только представить, какие героические усилия потребовалось приложить советскому народу и его армии, чтобы выправить положение на фронтах, остановить противника на главном направлении, а затем перейти в контрнаступление. 30 сентября немецкие войска начали наступление по плану «Тайфун» на Брянском и Вяземском направлениях. Несмотря на ожесточенное сопротивление советских войск, противник прорвал их оборону. Ценой огромных потерь в конце ноября ему удалось выйти к каналу «Волга-Москва», форсировать реку Нара, подойти к городу Каширос-Юга. Дальнейшие попытки противника прорваться к Москве были сорваны. Враг был обескровлен. Грудью встали москвичи на защиту города. В июле было сформировано 12 дивизий народного ополчения, 56 истребительных батальонов, 25 рабочих и коммунистических батальонов. Сотни тысяч жителей столицы в осеннюю стужу возводили оборонительные сооружения. В короткий срок был построен внешний оборонительный пояс и укрепление внутри города. Сотни огневых точек готовы были в любую минуту встретить противника. Москве помогала вся страна. В ходе контрнаступления 5-6 декабря советские войска освободили от захватчиков свыше 11 тысяч населенных пунктов. И к началу января 1942 года отбросили противника на 100-250 километров. Нанесли тяжелое поражение 38 вражеским дивизиям. В результате контрнаступления и общего наступления враг был отброшен на запад на 150-400 километров. Героическое сопротивление советских войск оказало отрезвляющее воздействие на фашистских генералов. Теперь, писал впоследствии бывший начальник штаба 4-й немецкой армии Блюментрид, даже в Ставке Гитлера вдруг поняли, что война в России, по сути дела, только начинается. Неудачи под Москвой породили настроение неуверенности у значительной части фашистских солдат, офицеров и генералов. Героическая оборона Москвы позволила перегруппировать воинские части, подтянуть подкрепление Сибири под руководством генерала армии Жукова с 5 на 6 декабря, начать контрнаступления войск западного, калининского и юго-западного фронтов. В битве под Москвой немецкие войска потеряли около полумиллиона человек. 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч автомашин и много другой техники. Чувствительным оказался и моральный урон, нанесенный врагу. Гитлеровские военные трибуналы осудили около 62 тысяч солдат и офицеров за дезертирство, самовольное оставление позиций и неповиновение приказам старших офицеров. С занимаемых постов были сняты 35 высших чинов германской армии. Субтитры создавал DimaTorzok